Когда в запарке Бергера рожает горилла, работники запарка вне себя от радости, но внезапно они вскрикивают от шока, когда видят за спиной матери нечто неожиданное. В то утро сотрудники запарка Бергера готовились к очередному обычному рабочему дню. Они только что прибыли и начали ухаживать за животными, расходясь по своим отделениям. Работник запарка по имени Саша направился в отделение для горилл, чтобы ухаживать за Энгайлой, беременной гориллой, которая вскоре должна была родить. Но когда она добралась до своего загона, то заметила нечто неожиданное. У Энгайлы уже начались схватки. Пока все они с едва скрываемым волнением ждали появления ребенка на свет, они начали готовиться к медицинскому осмотру, который им предстояло пройти как матери, так и ребенку. Однако они были совершенно уверены, что Энгайле не понадобится помощи, что роды пройдут идеально гладко. В конце концов, Энгайла провела в дикой природе около 20 лет и за это время родила троих детей. Самая старшая смотрительница за парка, Линда, часто рассказывала необычную историю Энгайлы новым сотрудникам, подчеркивая необъяснимые шрамы, которые покрывали тело гориллы до того, как ее привезли сюда. Шрамы свидетельствовали о том, что Энгайле пришлось нелегко в дикой природе, но, каким-то чудом, она сохранила в своем мягком сердце необыкновенную теплоту. Действительно, поначалу с гориллой было трудно общаться, поскольку, несмотря ни на что, она любила свою жизнь в дикой природе. Кроме того, Энгайла смогла приехать только с двумя своими малышами. Потеря первого ребенка была трагичной, это было описано фотографом дикой природы, который был свидетелем инцидента. В тот вечер семейство горилл отдыхало на деревьях, перепрыгивая с одного на другое. Детенышам горилл было уже больше года, и их отец, Сильвербек, тоже был с ними. Энгайла как раз сняла одного из детенышей со слабой ветки, чтобы он не упал, когда в кустах неподалеку зашевелилась тень. Гориллы, однако, либо не заметили этого, либо не обратили особого внимания. Если бы они это сделали, то, возможно, узнали бы пятна и поняли, что это один из их главных естественных врагов, леопард. Один из детенышей подплыл поближе к кусту, спрыгнув с дерева, и именно в этот момент леопард набросился на него. Любой, кто знаком с леопардами, знает, что они умеют подстерегать добычу, пока та не приблизится к ним вплотную, и могут безжалостно растерзать любое несчастное животное. Леопард вонзил когти и зубы в крошечную гориллу, поднял ее на руки и убежал. К тому времени, когда взрослые гориллы заметили это, было уже слишком поздно. Они попытались броситься за леопардом, чтобы спасти своего детеныша, но он был слишком быстр, чтобы они могли его догнать. Итак, маленькая горилла исчезла навсегда. Энгайла долго оплакивала потерю этого детеныша, как и другие ее дети. Итак, когда Энгайла появилась на свет, она на некоторое время замкнулась в себе, отчасти из-за этого инцидента, а также потому, что чувствовала себя странно в новой обстановке. Как и людям, гориллам требуется некоторое время, чтобы адаптироваться к новым условиям, особенно к тем, которые кажутся более строгими, чем они привыкли. Горилла поначалу не желала заводить новые отношения, вероятно, потому, что все еще переживала потерю своего детеныша. Но Линда никогда не забывала упомянуть, что как только Энгайла освоилась в запарке, это стало фантастическим опытом для всех них, потому что она была самой душевной гориллой, которую они когда-либо встречали. Она была невероятно добра и по-матерински заботлива не только к своим собственным детям, но и к детенышам горилл своих коллег-матерей. Саша, на тот момент самая молодая сотрудница запарка, почувствовала симпатию и гордость за эту гориллу, которая преодолела все трудности, выпавшие на ее долю, чтобы сохранить красоту. Своей души. Услышав эту историю, она еще больше полюбила Энгайлу, и, к счастью, горилла, казалось, чувствовала то же самое. Итак, Саша была очень взволнована, когда обнаружила, что горилла снова беременна. В тот день поведение Энгайлы было странным. Саша зашла в вольер с гориллами, чтобы проверить, как там ее обычно жизнерадостная подруга, но Энгайла отвернулась от нее, отказываясь здороваться или даже замечать ее. Саша был ошеломлен такой реакцией, но просто поинтересовался, не возникли ли у Энгайлы какие-то личные проблемы. Сотрудники запарка обычно брали анализ мочи у самок горилл каждое утро. Это делалось для того, чтобы проследить за их циклами, определить, у кого была овуляция, и провести другие важные тесты. Неудивительно, что у самок горилл такие же циклы, как и у людей. Однако это не входило в обязанности Саши, и обычно она делала это перед началом рабочего дня. Итак, Саша пошла к Линде, которая отвечает за эти анализы, и спросила ее, не проявляла ли Энгайла какого-либо странного поведения в то утро во время анализа мочи. Именно тогда ее коллега сообщил новость. Энгайла была беременна. Саша, те, кто сначала был обеспокоен поведением Энгайлы, теперь были вне себя от радости из-за такого поворота событий. Беременность – это всегда хорошая новость в запарках, потому что это означает, что животные процветают в своих местах обитания. А когда речь заходит о видах, находящихся под угрозой исчезновения, ажиотаж удваивается. Саша и Линда прыгали от радости, и новость распространилась по запарку со скоростью лесного пожара, о чем работники запарка рассказали своим друзьям и подписчикам в социальных сетях. Это была беременность века горилл, и всем было интересно. Они и не подозревали, что дальше будет еще интереснее. Гориллы очень похожи на людей, и это также проявляется в период их вынашивания. Беременные самки горилл иногда проявляют нетипичное поведение и странные предпочтения в еде. Так было в случае с Энгайлой. Она внезапно стала воротить нос от сырого корма и теперь предпочитала сухое, что было полной противоположностью ее предпочтениям до беременности. Кроме того, работники запарка разрешали ей как можно больше бродить по лесу, что было привычкой для горилл самостоятельно искать пищу на деревьях и в кустарниках, стремясь имитировать естественную среду обитания. Таким образом, гориллы могли получать разнообразную пищу и чувствовать себя более комфортно в своей клетке. У Энгайлы также были проблемы с поведением, но работники запарка смогли учесть и это, понимая, что в этот сложный период ей пришлось пройти через разные этапы. Саша был более чем терпелив с Энгайлой и терпел то, что можно было бы расценить как выходки гориллы. Это продолжалось около 8 месяцев, поскольку период беременности у горилл длится около 8,5 месяцев. Через несколько месяцев после подтверждения беременности Энгайлы было проведено ультразвуковое исследование, чтобы определить состояние будущего ребенка. По результатам теста ветеринары определили, что Энгайла собирается родить крупного детеныша гориллы и волнение в воздухе становилось все сильнее. Вот почему работники запарка не беспокоились, когда Энгайла становилось все больше и больше, хотя у многих беременных горилл не наблюдается заметного увеличения размеров из-за их и без того огромного тела. По мере того, как недели превращались в месяцы, Энгайла стала такой большой, что большую часть времени проводила лежа. Тем не менее, никто из работников запарка не встревожился. Затем наступил день Д. Прошло всего несколько дней после того, как беременность Энгайлы достигла 8 месяца. Утром Саша, как обычно, первым делом побежала в отделение и обнаружила, что у Энгайлы начались схватки. Когда у Энгайлы начались тужения, все стало хаотично. Вскоре они поняли, что роды у ребенка идут не так гладко, как они ожидали. Прохожие забеспокоились, но по прошествии нескольких часов плача по-прежнему не было слышно. Ветеринары начали подумывать о том, чтобы помочь, но в конце концов решили как можно дольше позволить природе идти своим чередом. Наконец, они услышали крик новорожденного, и работники запарка закричали от восторга. Так продолжалось до тех пор, пока они не увидели, каким крошечным был малыш. Ветеринары недоумевали, как это было возможно, учитывая размер живота Энгайлы и то, сколько времени у нее ушло на роды. Они уже собирались выйти из загона, когда услышали резкий стон Энгайлы. Работники запарка обнаружили гориллу распростертой на полу в позе, похожей на позу при родах. Они с благоговением смотрели друг на друга, наблюдая за тем, как медленно разворачивается сцена. А когда они поняли, что происходит, сотрудники в один голос закричали. Энгайла сильно надавил, и наружу высунулась еще одна голова. По помещению прокатился шок, а прохожие столпились еще теснее. Наконец, еще один детеныш отделился от матери, и все стало ясно. Большой живот, крайне необычное поведение и долгий процесс родов. Все это было потому, что Энгайла собирался совершить чудо – родить горилл близнецов. Близнецы у горилл рождаются гораздо реже, чем у людей. На самом деле, было подсчитано, что за целое десятилетие у горилл рождается только один близнец. За последние 50 лет из 270 имевших место рождений было зарегистрировано только три рождения близнецов. Что еще хуже, из близнецов, родившихся в 1986 году, выжил только один, а оба близнеца, родившиеся в 2008 году, умерли не в один и тот же день. Поэтому работникам запарка и Саше в частности показалось уместным, что именно особенное, похожее на гориллу Энгайла испытало это чудо, причем с минимальными проблемами. После этого невероятного подвига рабочих не удивило, что Энгайла был очень слаб и нуждался в пристальном внимании и заботе. Но это было еще не все, потому что близнецы родились немного раньше положенного срока, они не были полностью развиты, и их пришлось на некоторое время поместить в инкубаторы. Атмосфера в запарке и даже в интернете была наполнена смешанными чувствами, поскольку волнение смешивалось со страхом за то, как все обернется. Выживет ли малыш? Как бы Энгайла отреагировала на то, что она стала молодой матерью, особенно двоих детей. Казалось, весь мир затаил дыхание, наблюдая за отчаянной борьбой младенцев в своих инкубаторах. В запарк входили и выходили медицинские работники, а также случайные прохожие, которые хотели увидеть и ребенка, и мать. Ветеринары также ухаживали за Энгайлой, оказывая ей безраздельную заботу и внимание, чтобы она пережила критическую стадию, в которую попала. Долгие и сложные роды сильно сказались на ней, и ее организм изо всех сил пытался восстановиться. Люди со всего интернета жертвовали деньги, чтобы не жалеть средств на уход за семьей горилл. Сотрудникам запарка пришлось делегировать некоторых членов семьи, чтобы сообщить преданным интернет-подписчикам о состоянии матери и ее детенышей. Никогда еще мир не проявлял столько заботы ни об одной горилле. Это было настоящее волшебство. Со временем волнение росло все сильнее, пока, наконец, работники запарка не сообщили эту новость. И мать, и ее близнецы были в неопасной зоне. Энгайла выживет, и ее дети тоже. Атмосфера была наполнена радостью, но оставался один вопрос. Как будут выглядеть их отношения? Сможет ли Энгайла заботиться об обоих малышах? В тот день, когда Энгайла наконец-то должна была родить своих малышей, запарк был настолько переполнен, что им пришлось нанять охрану, чтобы держать людей подальше от животных. Люди наблюдали, как работники запарка осторожно передавали малышей. Энгайле. Казалось, что все затаили дыхание. Они боялись, что она может отказаться от них после стольких лет разлуки. Но Энгайла удивил их. Будучи прирожденной воспитательницей, которая не только сама заботилась о троих детях, но и помогала другим гориллам-матерям обеспечивать безопасность их детей, Энгайла смогла хорошо справиться с этой новой обязанностью. Она взяла обоих младенцев на руки и посмотрела на них с такой нежностью и любовью, что ни у кого не возникло сомнений в том, что они в надежных руках. По запарку прокатились вздохи облегчения, когда люди обняли друг друга за эту коллективную победу не только запарка или мира горилл, но и человечество в целом. Во всей этой суматохе. Вам, возможно, интересно, куда подевался отец близнецов. Что ж, отцы гориллы активно участвуют в жизни семьи. Обычно они играют со своими детьми и защищают всю группу от хищников. Однако в течение года или двух после рождения детей они обычно не имеют с ними ничего общего. Так, Бави, 23-летний защитник Сильвербека, отец близнецов, некоторое время не общался с ними. Тем не менее, Энгайла и любящие работники запарка были более чем подходящей компанией для этих малышей. Какие счастливые гориллы. Кроме того, в течение нескольких дней после этого трогательного события люди съезжались отовсюду, заполняя запарк, чтобы увидеть гориллу, которая, несмотря ни на что, родила близнецов. Работники запарка приветствовали. Это редкое проявление доброты со стороны людей и их способность испытывать благоговейный трепет перед такими маленькими волшебными моментами, как этот. Были приняты меры для обеспечения порядка среди посетителей. Тем не менее, люди делали бесчисленное количество фотографий с семейством горилл, и, в конце концов, гала-концерт стал популярным хэштегом для полезных мероприятий. Так что, даже по прошествии лет и по мере того, как детеныши горилл росли, они оставались особенными в сердцах тех, кто следил за их историей. Энгайла стала героем и символом стойкости и чудес среди любителей животных. Фотография, на которой она сидит на ветке дерева с близнецами на руках, стала настолько популярной, что люди предложили соорудить из нее памятник. Был открыт фонд Гафундми, и хотя статуя так и не была построена, самого факта, что это пришло в голову некоторым людям, было достаточно, чтобы показать, какое большое влияние оказало. История Энгайлы на население. Какая прекрасная сказка! Что вы узнали из рассказа Энгайлы? Знаете ли вы, что у некоторых животных могут быть близнецы, как у людей? Поделитесь с нами своими мыслями в комментариях. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео. Пока!